всем привет привет сегодня первый день лето лето и мы его проводим конечно же в лесу лесу с вами я и моя спутница анастасия потомственный грибник во всех поколениях ну что мы сегодня идем с вами косить грибы мы только подъехали смотрите а уже к нам под ноги бросаются маховики четыре штучки сразу на одном месте маленькие и свеженькие чистенькие поэтому я думаю начало хорошее классный очень классные супер просто поэтому мы идем пока никого нет утро рано роса жарко паутина но мы идем так у насти нашелся первый подосиновик и два масленка ну классно поздравляю красота так а здесь у нас здесь у нас сыроежка посмотрим ли она червилась не касано будет червивая нечистая на удивление стоит жара в тени 33 грибы на удивление чистые хорошие и рядышком вот еще одну то сейчас проверим ее червивая или нет зелененькая а еще одна сыроежка и у насти тоже это червивая да немножко червивая да вон еще одна большая полянка сыроежковая посмотрим эту а это чистенькая классная тоже сыроеда насти сыроежка класс чистенько да проверим подержи и вот это спряталась даже не одна а две нити порченные маленькая чистая большая плохая какие кадры стоят интересно чистый ухты крупный и чистый класс так у насти там что-то тоже там тарад тара так мы кружимся кود за дороге и настя меня позвала снять такую красоту Ой, правда, какая прелесть. Смотрите, как красиво. Один и еще парочка. Красота. Так, в кустах спрятался один. Твердый, твердый и чистый подберезовик. Смотрите, как... Ой, ну шикарный, бесподобный. Так, кладем его в корзиночку. И тут же рядышком. Второй. Тоже хороший, я думаю. Да. Чистейший. Классный. Находка супер. Ой, Настя, какой красавчик попался. Поздравляю. Класс. Так, что, что Настя нашла? А вон, смотрите, вон грибники за нами по пятам ходят. А Настя нашла такого красавчика. Ум, давай. Проверим. Сейчас я тоже сфоткаю. Ну, давай. Красота. Лепота. Супер. Шикарен. Чистый? О-о-о-о. Шикарный. Класс. Ну, что, пробуй. Староват, нет? Хороший? Старый. Старый. Старый, жалко. Его уже съели, съели. Да, прям черви внутри. Ой, червяки какие. Оставляем на размножение. Один. Свежий, чистый. Второй. Светлые. Они молодые, а бабки чернеющие. Всегда такого цвета. А тут. Дальше идем, смотрим. Еще один. Ох, класс. Ну, отдайся, выкручивайся. О-о-о. Шикарные ноги. Просто шикарно. А его там вот еще парочка. С одной полянки, смотрите, еще один. О-о-о. Свежачок. И я иду к нему. Вот он, еще один. Вот такой красавец. О, какой крепенький. Класс. Смотрите, с одного места пять грибов. Да еще и каких классных. Ну, мы вроде оторвались от бабки с деткой. Они пошли вроде как в другую сторону. Потеряли нас из вида. И, видимо, тоже нашли какие-то грибы. Потому что они от нас отстали. Ну, а мы идем сейчас по дубовой опушке. Мы сейчас идем в Осинник. Чтобы проверить хорошие свои места. Добрались до Осинника. Проверим сейчас это место. Потому что за нами подъехало уже много машин. Мы сегодня даже не успели ни кофе выпить, ни бутерброд, съесть. Сразу побежали искать натреть грибы. Сыроежки. Чистенько. Кладу их в пакетик. В корзинке. Потому что они крошатся и портят другие грибы. Чтобы все цивильно довести. Предпочитаю класть их сразу в пакет. Так. Ну, Осинник такой сухой. Сейчас проверим. Может, чего-то да найдем. Если, конечно, нас никто не опередил. Вижу какой-то грибок. Наверное, сыроежка. Ну, да. Я думаю, что она уже старенькая, потому что здесь прям сухо. Проверю, что там внутри. На удивление. Чистая. Еще одна сыроева. Ну, крики какие-то, слушай, в лесу. Это червиво. Поточено червиво. Птицы поют. Так классно. Но есть в лесу люди. Слышаны голоса. Но это не мудрено. Сегодня 1 июня, суббота. Естественно, после таких дождей, как у нас были в прошлые выходные. Просто ливень. Стеной. Естественно, все прождали неделю и ринулись в лес. Кого-то нашла Настя и зовет меня. Ну, пойдем посмотрим. А кого нашла? Сейчас я приду к тебе. Да ладно. Да ладно. Какая прелесть. Какая прелесть. Вы только полюбуйтесь. Ой, какой красавец. Это кто? Это бабок чернеющий. Угу. Можешь назвать его подосиновик. Он же в осенне растет. Выкручивай. Класс. Это подосиновик альбинос. Давайте я тебя сфотографирую с ним. О, ну ты звезда просто. Смотрите, какая прелесть. Очень мелкая яркость леса. Красота. Такой букетик будет у меня. Класс. А пушка такая сказочная. Светлая, яркая. Земляничка. Местами попадается, радует глаз. И иногда сыроежки. А хотя должны быть подосиновички. В каком-то месте. Так. Проверим. Что там? Сыроежка. Ммм. Более-менее. По заходу в сосняк найдены были маслята, конечно же. Маленькие, чистенькие. Вон еще два штучки виднеется, вижу их. Сейчас мы их тоже срежем. Видно, что скукожены от жары. Ну, я думаю, чистые. Сто процентов. Да. Чистые один и второй. Так. Ну, все. Полезли маслята после дождика. Слизкие такие. Скользкие. Пора перчатки народевать. Тут будут руки черные. Вот еще один малышок. Вот еще один малышок. Еле увидела его. Ну, классно. Не отходя от кассы. Если можно так выразиться. Еще пара. Классно, баночку. Самое то. Прекрасно. Вижу цель. Не вижу препятствий. Берем ножичек и быстренько ликвидируем находку. Две. Один наш подсох. Мелкий. Вот это мы вовремя прям на них попали. Потому что сейчас они день постоят, засохнут. И все. О, грибники, блин. Целая куча грибников. Вы тоже не любите, когда с вами по лесу еще кто-то ходит? Я это очень не люблю. Все наслаждение тихоохоты сразу пропадает. Тут уже появляется такой момент, что нужно быстрее успеть. Пройти быстрее них. Найти свои грибы и уйти. В более уединенное местечко. Поэтому ускоряемся. Ох, классные. Стоят на солнышке, маринуются. Четыре даже. Вон там еще один. Шикарен. И чист. Красота чистейшая. И корзиночки потихонечку заполняются наши. Ух ты. Шикардос. Проверить сосняк мы все равно должны были. Потому что, видите, маслята есть еще. Хоть и жарко. Но надо их тоже брать. Маслята я вообще очень люблю. Но в этом году я еще ни разу не встретила лисичек. И сегодня, когда мы ехали в лес, я зареклась, что я найду сегодня лисички во что бы то ни стало. Но пока они еще нам не встретились. Но мы еще и лес такой не посетили, где, возможно, будут расти лисички. Они сейчас ближе все равно к морю атакуют. Ну, как атакуют, как сказать. Ну, корзинка две максимум у кого. Так, чтобы ящиками, как мы обычно любим, так пока еще никто не находил. А ну-ка, полезай ко мне в корзиночку. Красавец. Второй тоже иди ко мне. Какая прелесть. Еще один, еще один. Еще, еще, еще. Большой такой. Вот еще. Вот еще один. Смотрите, какая толстая нога. Еще. Нашел его в бок. Блин, там садик кто-то идет. Блин. Еще один мой. Это все мое. Так, есть один, куда покатиться. Ахо-хо-хо-хо. И все. Ахо-хо-хо. Если честно, я грибы режу, я даже не вижу, что мой телефон там снимает. Надеюсь, вам это было видно. Ням-ням. Чистенький. Ножка что-то там дыряла у него. Ах, класс. Чистенький. По такому лесу надо гулять чуть ли не на четвереньках. Потому что, видите, папа родник. Трава. Если идти во весь трост смотреть, то почти ничего не видно. Надо только пригибаться и заглядывать под траву. Вот я примерно смотрю на том уровне, где моя камера. То есть в полуметре от земли, как минимум. Столько мошек, столько комаров. И уже жарко. Жарко. Особенно, если выходишь на солнечную полянку, сразу чувствуется моментально. Какие-то мошки падают со сны. Неприятные. О! Видите? Болтаю, болтаю. А слона-то я и не заметила. Красота. Сушился немножко даже. Но чистый. Обернемся. Что тут у нас дальше? О, вот еще один. Видите, не приметила. Вон там еще два. Вот хорошо как. Наконец-то нормально полезно наслято. Но, конечно, не так, что прям на одной поляне по 30-40 штук. Как бывает обычно. Но вот этот момент меня тоже устраивает. Так даже больше интереснее. Какие они крошечки, хорошенькие малыши. Так, там что-то еще я видела. Вот это здесь. Грибочек. А вот ты где, красавчик. Там сырега засохшая стоит. Не буду ее брать. Она засохшая. Хотя, видите, пока вот начало лета, да, сегодня первое число, пока грибами никакими не пренебрегаем. В принципе, попадается все съедобное. Ядовитых сейчас почти нет таких грибов. В папоротнике, видите, говорят, что в папоротнике не растут грибы. Да, конечно, не растут. И белые растут, и всякие растут. Надо просто смотреть. Обычно папоротники никто не просматривает просто. А так я много видела находок в папоротниках. Вот, корзиночка. Так, идем дальше. Вот еще один. Ах, ха-ха-ха, еще один уже. Пока один режу, другой приглядываю. Чуть-чуть подточено. Срезала нормально. Ой, надо срочно пить кофе. Потому что 7 утра, а мы уже часы здесь. Ничего не ели, не пили. И уже что-то в батарейки садятся. О, еще парочка. Та-дам, та-дам. Какой там? Я еще два штучки больших вижу. Вот еще два. А вот еще. Так, что-то мне не нравятся их ножки. До шляпки доходишь, вроде чистенькие. Не хочется брать червивую грибыш, конечно. Так. Ой, какая красота. Вот это слово паразит у меня красота. Я знаю. Его некоторые не любят, когда я так говорю. Красота, красота. Но это от эффекта найденного гриба. От него, блин, не сбавишься. Это от восторга просто так получается. Оно само как-то выскакивает. Так. Замечательно. Чистые ножки. Руки у меня уже грязные. Я, конечно же, не успела даже перчатки надеть. Так, в корзиночку. Тоже, идешь вот так вот, чуть ли не на четвереньках и смотришь. Грибы тогда попадаются, когда наклоняешься. Это как с земляникой. Как в сказке, помните? Или сказка, или что, или рассказ был в детстве. Я не помню, как искать земляничку. Как девочка пошла и ничего не нашла. А ей кто-то сказал. А ты наклоняться пробовала? Вот так и здесь. Не наклоняешься, а грибок не найдешь. То есть поклонись лесу, а он тебе даст грибок за это. Все это вполне объяснимые вещи. Видите? Вот встала в полный рост, ничего не вижу. Вот сейчас наклонюсь и найду что-нибудь. Смотрите, какого я жука нашла красивого. Переливается такой красивый. Дохлый. Не? Спит, наверное, как считаете? А, ну да, он без головы. Походу, дохлый. О, зонтики старые. Ну, видимо, да. А, ну да. О, ну классно, зонты пошли. Что там у тебя в корзиночке? Нормально. Корзинка-то большая. И у меня тоже в корзиночке маслятки, подбера и сыроежки. Ну что, идем дальше. Сосняк мы прошли. Пойдем в Дубраву. Пройдем. Лисички есть? Ура, мы нашли их. Покажу. Вот она, красавица. Светлая, потому что не хватает влаги. Она сушится, сохнет. Вот одна, где ты говоришь, вторая. Вот вторая. Вот их много маленьких. Они сохнут прямо на корню. Вот, смотрите, их тут раз, два, три, четыре. Вот маленькие. Ну что, присаживаемся, ищем. Классно. Наши первые лисички в этом году. Пускай и сухие, но есть. Чудесная. Красивая. Смотрите, какие находки нашла. Вороночник. Черная лиса. Уже встречается. Смотрите. Вот она какая. Она, собака, такая ароматная. Вообще класс. Мимо нее не пройти. Вот это находки тоже. Обычно в августе начинается, а то уже сейчас. Ну классно. Везде какая-то аномалия. Да, везде аномалия. Пахнут классно. Так, вот первая полянка. Класс. Ну они даже тут еще не такие сухие, как мы предполагали. Ну сухо, да, они сушатся, не успев вырасти. Видите? Классные. Пять штук с одной полянки. Теперь поворачиваемся. Кладем это в корзинку. И здесь, буквально в овраге. Смотрите. А, а, а. Я одну раздавила, Настя. Прикинь. Вот они. Ну конечно, Кулема раздавила. Так. Поехали. Раз. Вот целая семья, на которую мы наступили, по-моему. Ну ладно, не беда. Вот еще, еще. Так, видим дальше. Тут что-то еще у нас. Дальше. Так, один. Целая семья здесь. Не достану на ножом. Так. Вот еще. Ох, кайф. Прям в обрыве практически, ребят. Вот. Смотрите, какая. Такая нормальная кучка. Вот это мне нравится. Вот это то, что я мечтала и нашла. Просто сказочно. Обалденные, чистые, классные, сочные листички. Супер. И не отходя от этой полянки. Еще. Тут тоже. Вот они еще. Вот, кстати. Вот еще. Видите, в травке прям прячется. Вот еще, еще. Надо разгребать все в траве. Все лисы сидят в травке. Жарко. Они не хотят выглядывать на солнышко. Конечно же, они трудовые. И пока ты не наступил и не понял, что ты что-то раздавил, ты не поймешь, что там действительно грибы есть. Вот такая вот трелесть. На этом, по-моему, все. Пока что все. Еще будем мной обнаружены. Такие вот красавчики. Стоят подсушенные. Класс. Как вот ее назвать? Млечники. Супер. Млечники. Ну, мне кажется, они уже все. Да. Они съедены уже все. Красота такая. Цветы, птицы. На улице жарко. А я насобирала уже. Смотрите. Какой красивый кустик. Она такая ароматная. Обалдеть. Бабочки везде летают. Красиво. Ромашки. Супер. Обалденно. Слышите, птицы как поют? Здорово. Смотрите вокруг меня. Сколько ромашек. Видите? Класс. И птицы поют. Обалдеть. Но ромашки мы брать не будем. Потому что мы еще пока ходим. Они повянут. Да, я не знаю. Такая крупная ромашка. Она идет на сушку. Если ее как в качестве лечебной травы использовать. Не знаю. Мне кажется, берется мелкая. А хотя это горное все. Наверное, тоже используется. Ну, ладно. Идем дальше. Ищем лисичку. Дальше проверим сейчас все свои места. Да, давайте посмотрим, что же это. А это козляк. Это козляк? Да, вот ты у меня спрашиваешь, что такое маховичок. Вот эти вот козлята по-нашему. Ну, правда, мол, чего? Ну, посмотрим. Не, ну, срезаем, наверное, думаю, будет чисто дальше. Ну, ножка есть. Ну, ножка есть. Ну, ножка есть. Ну, ножка есть. Возьми дома тогда, посмотри. Выкинуть всегда мы успеем. Вот он, козленок. Мне нравится у него, как у пирожка поверхность. Прямо на дороге я чуть не наступила на него. Так, сей фрукт попался у Насти. Ой, красивый какой, смотри. Чистый, замечательный. Выкручим, выкручим. Толстенький, да? Ножка длинная, Нара. Чистый? Шикардос. Да. Классно. Уже пошла, да? Да. Вот, Кристина нашла. Ну, неплохой, неплохой. Вот такой вот грибок. А еще. А бабок. Суховатенький такие, конечно. Но, но. Находочки радуют. Ура, ура, ребята. Первый, первый белый в этом году. Вау. О, шикардос. Просто шикарен. Пробуем его срезать. Ну, по-моему, ничего. Да, нормальный, хороший. Хороший. Красивенький. Ой, ну все. Я звезда. Кальф. Смотрите, какая красота. Сколько, сколько лисички. Просто кайф. И далее, 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 далее. И заканчивается она вот здесь. Вот такая вот замечательная полянка. Ой, сегодня нажарю. Ой, я обожаю. Я так обожаю жареную лисичку. Это просто что-то с чем-то. Так, ну это, наверное, подберезовичек. Да, такой маленький, чистенький. Мы его забираем. А я думала, что это маховички стоят. Нет. Это не маховики. Один из них, это чешуйчатка. По-моему, разноцветная, насколько я помню. Кто знает, поправьте меня. Какие-то желто-серые пластинки. Такая вот красно-желтая шляпка. Оставим его здесь. Я такие грибы не беру. Еще лисички-сестрички. Реально в траве прячутся трудовые. Настя уже вон расстроилась, что ей лисички не попадаются. А я только на них поругалась, они мне начали попадаться. Видите, какие мелкие. Вот-вот. И такие прям маленькие, но толстоногие классные. Вот еще. Под опавшей веткой. Еще три штучки прям. Классные. На одном месте получаются какие-то шикардосики. Да ну, жарко так, что они заморзнут. Маленькая птичка там. Птичка улетела. Птичка улетела. Я положила яички под деревом в дупле. Смотрите. Смотрите, видите? Голубенькие. Классно. Расскажите нам, чьи это яички. Птичка очень маленькая. Жаворонка, что ли? Птичка маленькая, Настя говорит. Нашла листья. Ура! Сколько. Смотрите, какие там кучки у нее классные. Ну, давай, режь. Вот и Настя нашла. А то печалилась. Шла. Давай, я тебе помогу их собрать. Сейчас помогу в свою корзинку. Ага. Шучу. Такие присохшие уже. Слушай. Все твои. Вот еще тут, смотри, вот где я кладу. А здесь маленькие. Да. Маленькие будут классные. Ну, а что их же лечь? Сейчас жарко, 40 градусов. Они просто присохнут. Вот пока они есть, пока они свеженькие, их можно брать. Смотрите, нашла 5 маленьких подберезовичков на одном месте. Настя их называет балбабки. Вот еще один. Остароватый. А вот еще парочка. Ну, уже они такие скрюченные, сушеные, конечно. Вот в траве находки есть. Тоже. Классно. Я нашла еще лисички. Лисички-сестрички. Вот классно. Как я люблю лисички собирать. Они такие толстоногие, прям классные. Ой. Обалдеть. Просто мечта. Шикардос. И вот еще такая полянка. Жарко. Ну, мы сегодня не зря по жаре поехали. Лазим по вот таким вот горкам, высоким очень. Попадаются абабки. Частенько. И попадаются лисички. А вы, кстати, знаете, почему лисички назвали лисичками? Это совсем не от того, что они похожи своим внешним видом на лис. Нет. Сейчас иду, сейчас сорву. Вот, сейчас покажу. Смотрите. Вот они прячутся как. Они названы в честь своего цвета. Вот они. Лисый. Это желтый. С какого-то языка переводится. Лисый желтый, значит. Лисички содержат в себе очень много витамина С и, кстати, каротина. Своим окрасом они благодарны именно содержанию высокому в них витамина С и каротину. Поэтому это очень хорошие грибы. Полезные, очень вкусные. Они практически не ломаются при транспортировке. Это очень удобно транспортировать из леса. Такие самые достаточно упругие грибочки хорошие. Плюс лисички никогда не бывают червивыми. И это факт. В наших краях лисичка, конечно, это такой достаточно трудовой гриб, нежели в средней полосе. Поэтому найти в наших краях лисичку – это настоящее счастье. Настя спрашивает, ну как вот я их вижу? Не знаю, говорю, на запах улю. Вот так вот. Три штучки. Подсушенные немножко, но хорошенькие. Крупненькие. Полезайте в кузовок. Ой, какой он молоденький, красивенький. Классный. Чистенький. Чистый и длинный такой. Обалдеть. Чистота, красота. Я нашла таких красавцев. Два. И Настя нашла. Ух, такие хорошенькие. Один. И рядышком второй. И получается, они на одной полосе. Вот там вот выше. Выше, выше, выше. Вот там вот. Ровно-ровно в гору. И Настя нашла такой же. Ой, хорошенькие. Мне нравятся. Подсушенные солнцем. Но все равно класс. Нормальные? Я еще нашла красоту. Или пирожочек. Не знаю, что там внизу меня ждет. Посмотрим. А, ну хорошенький. Классный, хорошенький грибок. Нормальный. Подбежал куда-то. Класс. Жара вообще. Мы потные, грязные. И счастливые. Счастливые, да. Грибы есть. Классно. Мы на горе вообще на высокой лазим. Видно вам? Смотрите, какая природа. Высоко везде. Классно. Но очень жарко. Машка просто выклевывает глаза. Под ручьем. Вот все. Мокрые просто. Сейчас передохнем и пойдем дальше. Мы уже движемся в обратную сторону. И собираем ненайденные в ту сторону грибы. Сейчас еще, может, что-то найдем. Потом покажем вам общий улов. Нашли змеючку. Медянку. Попробую вам сейчас ее показать. Длинненькая такая. Привет. Красавица. Длинненькая. Сантиметров 40 на 50. Ну, пока. Мы не будем тебя трогать. Иди. Наша вылазка сегодняшняя подходит уже к концу. Уже вечереет. Очень было сегодня жарко. Мошки, паутина. Грибы очень трудовые. Действительно, потому что было очень сухо эту неделю. Напомню, что сегодня 1 июня. И сегодня мы открыли сезон летних грибов. А открыли мы его, конечно же, лисичками. И даже попался нам первый благородный белый грибок. Это первый, вообще первый мой в этом году в сезоне. Так что с почином нас. Классно. Было сегодня очень здорово. Мы нашли очень много землянички, набрались. Мы нашли, кроме лисички, подберезовиков, маслят, сыроежки в ассортименте. Очень много гриба, конечно, плохого. Очень много червивого. Нужен дождь. Поэтому все надежды только, если кто-то пошаманит и постучит в бубен и накалдует нам дождь. А пока его не предвидится. Поэтому на этой неделе, наверное, уже мы будем только ждать дождя. Всем пока. Спасибо, что смотрели этот ролик. Кому он понравился, поддержите нас лайком. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. А впереди нас ждут только самые интересные грибы. Лето только начинается. Все остальное у нас еще впереди. Всем пока. Спасибо за просмотр и за прогулку с нами. Пока.